Передать 90% рынка экспертизы в частные руки, предлагают в Казахстане. По словам одного из участников АЭФ, Мираса Добуленова, благодаря конкуренции значительно повысится качество таких услуг. По его словам, Казахстан может использовать опыт в Великобритании и в судебно-медицинской экспертизе. В руках государства предлагается оставить четыре направления, остальные передать в открытый рынок. Кроме этого, нужно будет внести изменения в законодательство о выдаче экспертных лицензий. Завтра эти вопросы будут обсуждаться на площадке АЭФ с казахстанскими и иностранными экспертами. Здесь же проблема заключается в том, что, наверное, пришел тот момент, когда экономика созрела для того, чтобы решить, что нужно определенные доли секторов экономики передать. Почему не все сектора? Потому что сам сектор, там присутствует и государственное участие должно быть, и участие частных провадеров. В рамках нашего проекта, проекта Всемирного банка, была поставлена задача определить не менее 30% в отношении видов экспертиз, которые можно передать в конкурентную среду. Проанализировав ситуацию в Казахстане, мы пришли к выводу, что ежегодно в Казахстане министерство юстиции, именно его лаборатории, готовят и выдают заключение не менее чем по 300 тысячам ситуаций. То есть, на самом деле, это очень большая цифра. И 300 тысяч экспертиз в год – это действительно большой объем работы, который необходимо выполнять.